до того как применить локти да особенно если перед вами вот такой достаточно мускулистый мужчина ему лучше добавить еще дополнительные глубокие проминания разминания мышц с помощью кулаков и другое положение ладони когда можно применять вот эти костяшки да вот эти вот эти очень сильно может этим применять давайте вот опять же чтобы выходить глубже у меня техника чем заключается в том что мы с каждым нашим новым движением все глубже и глубже входим ему в тело чтобы пациенту комфортно просто есть некоторые такие специалисты реально просто беру сразу локоть ставят и как начинают упоминать просто хоть падай хоть кричи хоть вырывайся да поэтому обязательно вот я рекомендую все глубже и глубже смотрите по вернемся к мануальному массажу все-таки это такая авторская методика добавим сюда вибрации позвоночек уже сейчас начинаем берем руку ставим нижней части ладони на крестец прям можно вообще самым весом вот так не хватает ему не будет больно ничего страшного прямо на крестец и вибрируем его проветрировали и выходим мимо позвоночника да по вот этому валикам вот этих мышц взем это вибрация очень сложная можно подумать что я вибрирую вот так а я не так делаю я единственное движение которое идет вот кончиков пальцев к области применения все остальные движения идут как правильно от ног либо от таза к области нажатия да то есть я сначала пальцем трясу отсюда продолжается вибрация вот моих пальцев вот моих пальцев на столе да прям расслаблено очень вяло чтобы не шло плечо я локти применяю чтобы плечо мне тоже не ходило так я выполнил локоть получается вот за счет пальцев за счет пальцев единственная вибрация которая идет в вибрационном направлении далее это была вибрация вот так вот поперечная да теперь вибрация внутрь входящая берем руку и вторую руку да и тут мы давим тоже за счет пальцев но просто другой рукой то есть мы этой рукой эта рука у нас шевелится а это опять же стараемся локоть прямой плечо на прижимом чтобы давить вот туда вот туда примерно на метр вперед вот так вот даже во время этого приема уже может быть где-то слышать хруст далее мы провибрируем остистые отростки позвоночника внедряемся большим пальцем вот сюда ну если многость да то соответственно попробуй вот этим косточком у тебя сгибается палец вот так вот прямо в позвоночник да если не хватает силы вторую руку давим на себя и вот так вот прямо силы эти позвонки это на позвоночнике или вот рядом с позвоночником да смотрите вы знаете да что это на самом деле не позвоночник здесь да то есть мы позвоночника даже коснуться не можем он внутри а с него отходит вот такого размера прямо там по пять сантиметров артисты отростки ну так и мы практически в них вот так раз два три ну получается как бы мы на него да пойдем нет сбоку сбоку вот вот сбоку вот сбоку не вот здесь вот прям а вот так вот сбоку да 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 на под себя с этой стороны вот вот и мы как бы их вот так вот раскачиваем одной руки не хватает да работаем с утяжелением кстати вот тоже почему я так не делала когда ну это просто другие уже другая порция следующего упражнения когда мы делаем вот растирание тоже можно с утяжелением то есть это утяжеление то есть это утяжеление это вот ну когда хотите может добавить да дошли вот эту вибрацию до сюда да теперь берем валик этих мышц вот этих вот да и вот так вот его проминаем более конкретно локально уже как будто бы вот эту колбаску видишь такую вот ведем и стараемся это двинуть от позвоночника вот еще раз я балансирую что мы делаем уберем вот так вот вот так вот идем под позвонок поэтому вальку мы лежим да руки как ставим вот так или как как хочешь а без разницы так ну чтобы захват был захват вот так да вот так да 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 или что-то неправильно не правильно правильно просто он широкий то же самое можно и здесь отдельно вот здесь вот так вот из этой мышцы тоже можно вот так вот бывает надо смять вот подобное мы делали упражнение когда можно вот так да отлично то есть его можно шире делать можно луже то есть мы тоже самое делали когда вот так кольцевой захват использовали да а тут просто более локально более вот такой ну вот его покажем еще раз на канале когда мы делали вот это вот упражнение помните прием а тут мы делаем то же самое только вот более так локально так это мы прорабатываем вот эти вот все мышцы и после этого когда вы видишь уже мы уже глубже да разошли теперь можем добавлять костяшки пальцев во-первых это вот лапа леопарда тоже да в принципе они не так не сгибаются коготки надо бежать максимально а да кошки они втягивают в себя коготки чтобы не пораниться как бы так не сгибаются ну ну тогда вот так главное чтобы ногти спрятать да и вот тут тоже можно делать хаотичное да можно делать захват то есть вот этими вот этими костяшками захватываешь а костяшками да костяшками да можно опять вот те же самые кольцевые захваты сделать да с помощью вот этих потом и с лопаткой помните я вам говорил вот так вот мышцы идут по две канали да мы берем прямо всю эту область можем так вот раз и приподнять так и приподнять прям приподнимаем лопатку прям стараясь оторвать все равно не получится да да молодец ему только прием эйфомия эйфомия да ну тут хорошо вот так да подмышкой кожаную ножку растянем а вот эти ножки да так далее смотри вот опять же оставляя такую ладонь мы можем приметь прием шестеренки когда вот как бы они ходят вот так вот да так пальцы сбиваются вот сюда и в эту сторону и вот и можно это в основном хорошо делать на округлых поверхностях вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь где можно захватить захват сделать так или захват ну это все таки еще пальцами дополнительно да да вот так вот этот бочек захватывает вот вот да вдоль позвоночника вот так вот прошлись и вверх ну что я так повторяю ха-ха-ха ха-ха 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 мне сразу нужно просто ну давай да потом ты повторишь все сначала да из комплекса сначала ага до финала так ну захватывать ну захватывать до конца да да и переходим теперь вот этим костяшкам тоже у нас кулак должен полностью быть сформирован вот этими мы работаем да местами во-первых это могут быть прямо вот внедрения с утяжелением видишь прям глубоко вот я прям вот давлю на него как правило остаются даже следы видишь да у меня как играет дело да вместе кулак чтобы пальцы не повредить надо кулак свой собственно держать как можно плотнее так да вот правильно да можно просто энергично вот до конца уже глубокое растирание в смысле растирание более глубокое да здесь по скольки линиям насколько ширины хватает локатуева в принципе посередине можно здесь да можно посередине да да вот видишь сразу видно отклик тела сразу покраснело что и требовалось нам доказать далее смотри вибрацию мы делали пальцем да пальцем у тебя может не хватить силы да у них тогда внедряемся опять вот этими костяшками вот сюда прям между позвоночником да и вот этими мышцами или со второй рукой с усилием вот так вот прямо растаскиваем стараемся при этом чуть отдвинуть мышцы от позвоночника да да засидим вот так молодец отлично получается да получается вот вот а теперь очень сложное упражнение теперь мы берем и видно чтобы ходили в разные стороны мы двигаем мышцы видишь то есть прям берем мышцы мы хотим отодвинуть в эту сторону а вторую руку добавляем и еще раз вот прямо двумя руками вот так вот спирли видно отодвигаем ее фактически рисуем запятые так это сюда а это куда тоже туда старается все в одну сторону сделать мне вот так делаешь а вот так снизу вверх шок шло вот так да а это тоже сюда да сюда сюда да далеко не надо так быстро повесить мышцы тоже сюда 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 так да только от позвоночника вторая рука у тебя идет к позвоночнику все время от от позвоночника другая вот сюда это значит сюда правильно или нет вот так ну давай делай так делай так руки такие делай так да самое главное чтобы глубже внедрилось в его тело да вот теперь это движение можно еще усложнить когда мы делаем знаешь вот есть такая прием называется тельняшка мулякая не знаю пересуем его горизонтально вот перпендикулярно позвоночнику вот такую тельняшку видишь она прям остается красненькими волосами да я конечно с той стороны попробую но мне стоять ну ну почему ты должен с обоих сторон стоять стоять вот такое упражнение надо сделать с той стороны ааа спасибо да так ну так да да все правильно ну не маленькие ручки по сравнению с вашими лапищами лапищами да лапищами так и теперь смотри объединяем предыдущее и это да движение с этой рукой делаем отвод мышц а этой вводим сюда вот так вот так а второй вот так перпендикулярно позвоночнику отводим в кровушку отводим лимфу вот так вот так да да так не забыть вернее не запутаться так мне кажется криво получается криво потому что подожди ты какой ты вот этим же должен давить вот этим кулак можешь сжать еще вот этим дави прям вот этим вот этим косточкам ну не наверное больно да нет я расскажу ну хорошо дай не я так сильно не делала мне кажется вот и после этого мы уже можем переходить приемы внедрения нажал масло может масло и раз глубоко видишь и на локтевую технику переходить ну давай пока мы оставим на следующий этап сейчас я расскажу попробовать